Депутаты городской думы собрались сегодня на очередное заседание. Как всегда, эмоционально парламентарии обсудили вопрос приватизации муниципальной недвижимости и приняли поправки в бюджет. Начали депутаты с дополнительных мер социальной поддержки ветеранов боевых действий. Право на них в Великом Новгороде имеют 898 человек. Участникам вооруженных конфликтов на Северном Кавказе, Таджикистане, Афганистане и Анголе будет частично компенсированы расходы по оплате коммунальных услуг и стационарной связи. Сумма, правда, небольшая. Например, за телефон компенсация составит, как и в прошлом году, 161 рубль 50 копеек. 637 рублей за жилые помещения без центрального горячего водоснабжения и 874 рубля за жилые помещения с центральным горячим водоснабжением. Реализация проекта осуществляется в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. В городском бюджете сумма 7 миллионов 717 тысяч рублей. Также приняли депутаты и изменения в бюджет этого года. Доходы выросли почти на 12 миллионов рублей. Средства мэрия предложила направить на приобретение специальной техники для уборки городских территорий. 374 тысячи рублей будут выделены на проведение противоаварийных мероприятий и обследование технического состояния дома номер 2 по улице Локомотивная. 19 апреля на втором этаже там обрушилась часть потолочного перекрытия. Экстренные противоаварийные меры были приняты, но зданию нужен ремонт, чтобы избежать повторения ЧП. Увеличились и другие статьи социальных расходов. Средства, которые предусмотрены на организацию летнего отдыха детей и подростков, перераспределены со спортивных учреждений на учреждения образования. В сумме 1 миллион 128 тысяч 400 рублей. Кроме того, путем тайного голосования депутаты приняли решение наградить почетным знаком за заслуги перед Великим Новгородом народного артиста России и Болгарии Бедроса Киркорова. Знаменитый вокалист работает в Новгородской областной филармонии в общей сложности уже 17 лет. Вместе с почетным титулом Бедрос Киркоров получит премию 11 494 рубля. Продолжение следует...